Здравствуйте! Есть вещи, которые никогда не меняются. Война, хуета, если честно, редкостная. Рэдбул до сих пор вкусный и крутой. И твой компьютер всё так же не тянет современные игрули. Знаешь, да и собственно это не так уж и плохо. Ну а если нет? Значит я мудак и не спрашивайте больше у меня ничего. Сегодня я собрал ещё немного годноты для вашего электронно отсталого железа. В общем, не будем тянуть, давайте начинать. Но перед началом пару слов про того, кто меня ебёт и кор... В смысле про спонсора сегодняшнего видео. Ты думаешь, что ты всё знаешь о батл-роялях? Думаю, я смогу тебя удивить. Новый шутер Total Lockdown. Это 24-этажный небоскрёб, где территория сужается не по краям, а сверху и снизу по этажам. На этажах куча лута, магазинов, лабораторий и парков. За счёт простоты в освоении даже новичок заберёт топ-1. Игра сразу цепляет своей крутой графикой и идёт даже на слабом ПК. Качай и даже не сомневайся, игра скоро порвёт всех в этом жанре. Ссылочка в описании, старина. Братва, знаете, среди геймеров существует своего рода загадка. Когда вы только начинаете свой, так сказать, игровой путь, вам зададут вопрос про два стула. На одном будет Battlefield, а на другом Call of Duty. И вам предложат выбор, на что сесть самому, а на что посадить мать. И если ваш выбор будет сделан в пользу КОД, то место на параше будет забронировано моментально. Ну а если выбрать Battlefield, то вам будет респект и уважение, даже паханы за руку будут здороваться. В общем, вот такой вот нехитрой метафорой я вам пытаюсь сказать, что для выбора себе интересного шутанчика хорошо подойдёт Bad Company 2. В принципе, здесь есть всё, чтобы вам не настоебало в этой игре через полтора часа. Большой выбор оружия, разнообразные локации, для своего года пиздатый графон, клишированный, но в целом интересный сюжет про войну между Пиндосией и Рашкой. Не сказать, что он прям супер гениально, крутой, но в целом интересно. Ну и, конечно, радует разрушаемость объектов. Если играть на сложности выше среднего, тупо рашить у вас не получится. И долго мариновать свою сладкую попку за какой-нибудь стеной тоже не удаётся, по причине её деинсталляции путём стрельбы из разнокалиберного оружия ваших врагов. Поэтому приходится заниматься достаточно редким для шутера занятием. Думать. А думать надо, куда засунуть свою тушу, чтобы её не перестреляли за пару минут. Да и игра начинается очень круто. За миссию в Японии во время Второй мировой отдельный респект и уважение. В дальнейшем события будут происходить уже в настоящем. Перестрелки же будут проходить как в джунглях, так и зимой где-то в горах, так же в пустынях, фавелах. В общем, достаточно разнообразно и интересно. Поэтому если вам нужен блокбаст одного вида шутан со взрывами, перестрелками и прочим говном, то БФ Бэт Компани 2 подойдёт вам отлично. Серия Биошок. Честно, я не могу посоветовать какую-то конкретную часть, потому что они все в принципе хороши, но я расскажу вкратце про всю серию. Первые две, если честно, мне не нравятся. Не потому что они плохие, просто это не совсем мой жанр. Да и стилистически мне больше нравится Инфинити. В первых двух частях всё дело происходит в подводном городе Восторг. Достаточно красиво пиздато, но меня как-то цепануть не смогло. Но вам, возможно, зайдёт я хз. Лучше рассказать про Инфинити. Честно сказать, есть в игре небольшой минус. Под конец от перестрелок заёбываешься, как после 24-часовой рабочей смены на Уралговнозаводе. Стрельба здесь, наверное, самое слабое место, а стрелять здесь нужно очень много. И помимо огромного количества стрельбы, не сказать, что она слишком сложная. Чтоб вы понимали, в первый раз я прошёл игру на среднем уровне на тачпаде и умер раз 5-6. Пройдя во второй раз на мышке на сложном, я практически нигде не почувствовал сопротивление. Я даже магией не пользовался, потому что не понял, как всё это дело работает, да и в принципе она мне была и не нужна. И хоть это тир, но он не настолько плох, чтобы не обращать внимания на эту игру, потому что любят её все за стиль и сюжет. Касательно стиля вы и так всё видите. Красота просто поражает воображение. Увидев это в первый раз, у меня случилась эрекция и выделение семенной жидкости из мочеиспускательного канала. А сколько я находил порно с вот этой мадмазелью. Ой-ой-ой, бля, до всех жёстких дисков Пентагона не хватит, чтобы хранить такой объём информации. Если говорить про сюжет, главный герой здесь вот это рыло, частный детектив Букер Дэвид. Прибывает он в летающий город Колумбия в поисках чексы по имени Элизабет. Впоследствии мистер детектив и чекуля красотуля оказываются втянуты в войну между работягами и правящим классом. Ну а дальше играть надо, не уж что ты думал, что я тебе всё расскажу. Ха-ха, я знаешь, обычно ложусь и думаю, бля, надо бы рассказывать побольше про сюжет, а потом такой... Да, пизду. Просто я боюсь накидать спойлеры, потому что концовка здесь это просто пиздец. Она натурально взрывает вам голову. Это вообще, наверное, одно из лучших окончаний истории, что я когда-либо видел, ну в играх уж точно. Поэтому если вы не прошли это, то... Вы меня огорчили. Подумал я недавно. Нахуй 11-й Mortal Kombat вместе с вашей ньюфажной толпой. Я лучше буду ебашить в классику, чем зашкварюсь и куплю это на консоль. О-о-о-о-о-о-о-о-о! Последние две части МК — это полная блевотина. И дело тут не в хуёвом неинтересном сюжете. Даже дело не в новых персонажах, которые вообще не вызывают интереса. Сам геймплей ушёл в сторону не самых удачных частей. Серьёзно, есть люди, которые считают, что МК Дисепшн охуенная игра с переменной стилью, комбодрочем и прочей залупой. Стилистически игра ушла тоже в сторону мрачности. Блядь, самые неудачные части Mortal Kombat тоже были мрачные. Как так, пиздец, уже два совпадения. Онлайн в этой игре, кроме как словами «ёбаное говно», я описать никак не могу. Ну и, конечно, донат, куда же без него. В общем, даже спустя 7 лет, Mortal Kombat 9 до сих пор крутый пиздат. Здесь нет дебильного хуй пойми как работающего в Fatal Blow, только крутой пиздатый X-Ray. Все персонажи знакомы ещё с первых частей, нету их неинтересных детей. Это вообще забавная тема, хоть в какой-нибудь долгоиграющей франшизе пользуются популярности дети главных героев. Хоть кому-нибудь интересен Барута и Сарада так же, как Нарута и Саски? Нет, конечно, потому что вы нормальный человек. И здесь та же история. Кому нужна Кейси Кейдж, если есть Джонни? Так, всё, к игре. Сам процесс игры понятен, прост и пиздат. Стили нету, дрочек нету, комбяхи все простые, но их количество немалое. Нарисованный персонажи красиво, сюжет в меру тупой, в меру интересный. И он вам расскажет практически всё про каждого персонажа. Например, почему Кабал ходит в маске, или что тут вообще забыл Страйкер, он же просто полицейский. Ну и, конечно, боссом здесь выступает классический разрыватель тузов Мистер Шаукан. Ну и давайте будем откровенны. Большинство любит играть в Mortal Kombat либо на пьянках, либо в компании с другом, девушкой, батей, братом и так далее. Ну и я думаю, людям, которые далеки от консолей и в целом игрой в файтинге, будет проще и приятнее играть в красочный и понятный МК-9, чем прозябать в мрачном, в десятом или одиннадцатом. Да и к тому же, не нужно ебать мозги со стилями. Ну и, как я ранее сказал, все самые известные персонажи на месте. Поэтому, если у вас не идут последние две части, поверьте, вы много не потеряли. Это тот случай, когда классику Е намного лучше нового. Всё, я отбомбился. Стоит сразу сказать, я не люблю игры в постапокалипсисе. Я не люблю Fallout. Вообще. Даже второй. Ай-яй-яй, не бей, не бей, лучше обоссы. Из всех современных частей, единственная, в которую я проиграл очень много, была именно New Vegas. Возможно, это связано с тем, что её делали ребятки из студии Obsidian. Это типы, сделавшие Neverwinter Nights 2, Star Wars, Рыцари Старой Республики 2, сука, много, Book of S, и мой любимый Пиларсов и Тёрнити. Ну и в целом, они специализируются как раз на РПГшках. И получаются они у них хорошо. Кому-то они могут показаться скучными, из кучи диалогов. Да, диалогов тут действительно дохуя, и иногда создаётся впечатление, что ты, сука, книгу читаешь. Но уж лучше так, чем вот это вот. Я когда это увидел в первый раз, я прям вспомнил начало книги 451 градус по Фаренгейту. Да, я, бля, умею читать, я умный, нахуй, прислушаться ко мне стоит. Если говорить про игру, здесь есть всё, что любят в Фоллауте. Хуева тьма дополнительных квестов, моральный выбор в них, перестрелочки всякие прикольные, разнообразные враги, атмосфера постапокалипсиса, ну и тому подобное. Всё дело происходит в Вегасе, и Вегас, накрытый пиздой, выглядит очень даже интересно. Города, посёлки, шахты, ну и конечно... Ёбаный рот этого казино, блядь! Но на мой взгляд, главное здесь не перестрелки, которые неплохие. Самое интересное здесь, сюжетец, дополнительные квесты и диалоги в них. Практически, как и в любой другой игре обсидианов, этому уделено всё внимание. Поэтому временами могут встречаться баги, ну и графон, если честно, ну, немножко хуета. Но знаете, всё это мелочи. За квестами в этой игре можно провести не один вечер. Поэтому, что тут сказать? Не Вегас заебись. Так, ну и раз зашла речь про книги, то, ну, как бы все читали божественную комедию Данте, да? Там, блядь, где Данте демонов трахал, вот это ад, круги, девки. Поэтому можно обратить своё внимание на Devil May Cry 4. Это слэшер, и если у вас вызывает дискомфорт набивание множественного комбо на мясе тупорылых врагов, то это явно не ваша игра. Если вам доставляет резать тупой скот мечами и пестиками, а также пиздить всяких боссов, то DMC 4 отличный вариант. Вы можете спросить, почему именно четвёртая часть? Здесь всё очень просто. Я не играл в другие, но вы можете попробовать и их. Сама игра — это классический слэшер. Убиваешь дебилов, проходишь уровни, получаешь какие-то условные единицы для прокачки всяких приёмов и способностей. Играбельных персонажей в этой игре двое. Пидорковатого вида Нера и аналогичного вида Данте. Отличаются они способностями и вооружением. К примеру, у Нера есть демоническая рука, а у Данте разнообразные стили боя. Про сюжет, если говорить, как и практически любая игра, сделанная японцами, она имеет свой лор и сюжет слегка нихуя непонятный. Всё начинается вообще со сражения нового главного героя Нера со старым, блять, главным героем Данте, который залетел на огонёк в местную церковь и заебашил священника. Там потом выясняется про какие-то ордены мечей, хуечей, какие-то демоны. Короче, разбирайтесь сами, я нихуя не понял, но было очень интересно. Я вообще в слышеры играю ради челленджа и драг с боссами, и если вам нужно именно это, то ДМС даст это сполна, поэтому наслаждайтесь. Если вы вдруг очень хотите поиграть в Red Dead Redemption 2, могу вам только посочувствовать. И посоветовать LDR 2 на минималках. Call of Juarez Gunslinger. Сразу стоит сказать, что это просто стопроцентнейший тирный тир, но он достаточно круто интересен. Во-первых, охуенные динамичные перестрелки с кровякой и слоумо. Особенно круто стрелять с двух рук, за это вообще отдельный респект. Ну и конечно здесь есть дуэли, когда нужно по таймингу успеть выхватить свой ствол, чтобы застрелить какую-нибудь паскуду. Во-вторых, атмосфера Дикого Запада. Если так подумать, игр в жанре Вестерл очень мало. Ну и оно неудивительно. Этот жанр что в кино, что в литературе популярен был очень давно, и сейчас на него положили хуяку. Поэтому встретить что-то про Дикий Запад сегодня получается крайне редко. Если рассматривать атмосферку здесь, все сделано как надо. Вышеупомянутые дуэли, оружие того времени, локации с салунами, горами и пустынями, приятная музыка на фоне, солнышко. Ой, балдеж какой. Сюжет здесь рассказывает про похождения охотника за головами Сайлоса Гривса. Свои все истории охуительные, он рассказывает за стаканом какого-то пойла в салуне. История подается достаточно интересно, чем-то даже напоминает тарантиновский стиль с его рассказом не в хронологическом порядке. Ну и стоит отметить рисованный графон а-ля Боддедлендс, что безусловно заебись и идет игре только на пользу. Поэтому если ты хочешь окунуться в атмосферу Дикого Запада, милости прошу к нашему шалашу. Ну и раз было рассказано про перестрелки в Солнечной Америке, можно и поебашить выживать в зимних бескрайних просторах Канады. Лонг Дарк это достаточно известная игра, и я не могу сказать, что фанатею от этого жанра. Да и на мой взгляд, Лонг Дарку не хватает мультиплеера, ну или хотя бы коопа, потому что иногда одному шароебице становится слегка душновато. Да и врагов в виде всяких животных можно было бы поактивнее раскидать, потому что в основном здесь вашим главным врагом будет погода. В чем вообще суть самой игры? Вы находитесь в ебенях Северной Канады, и ваша цель не сдохнуть, постоянно искать себе жрачку, питье, ну и немножко заниматься симулятором бомжа, собирая всякое дерьмо, чтобы не помереть. Мир открытый и большой локаций здесь. Плюс-минус похоже, но в принципе разнообразно, единственное, что везде ебаная зима. В принципе, если читерить и смотреть карту в инете, игра теряет свой смысл полностью, потому что будет известно, где находится тот или иной враг, понятно, где взять оружие и тому подобное. Поэтому играть рекомендуется исключительно без просмотра всякого рода подсказок. Не могу сказать, что это прямо шедевр, но залипнуть на пару дней в это смело можно, особенно если нужно что-то такое, а что на чиле можно поиграть без напряга головного мозга. Ну и три игры, чтобы оправдать название видика. Dark Messia. Игра во вселенной героев меча и магии. Это одна из самых, если не самая лучшая игра со сражениями от первого лица. Если вам нравится вселенная героев, ну или просто охота попиздить всяких фантазийных чертей, то это идеальный выбор. Red Orchestra 2. Игра с отличным звуком и сюжетом про Вторую мировую. Крики, взрывы, стрельба и прочее, что может издавать шум, здесь сделано великолепно. Ну и, конечно, компания за дедов доставила. Murdered. Игра с очень интересным сюжетом про убитого детектива, который пытается найти своего убийцу, будучи призраком. Но игру портит одно, ее геймплей. Он скучен, блять, до безобразия. Если вы сможете это перетерпеть, то кайфанете от истории. Если нет... Ладно, хуй с ним. Ну, а как бы, пацанва, на этом все. Всем уважаемым людям я желаю блага, здравой радости и удачи. Прошу вас оформить подписку, нажать класс, ну и балдеть. Скоро вернусь. Муа! Субтитры сделал DimaTorzok